Строительство пешеходного моста из Павшинской поймы в Микинино вышло на финишную прямую. После установки последней секции сооружения, которую губернатор приехал проконтролировать лично, осталось дело за малым – выполнить работы по благоустройству. Это будет очень комфортное сообщение, которое позволит и нашим детям, и взрослым сэкономить уйму времени, потому что сейчас это сообщение крайне неудобное. Люди ждут автобусов, тратят до полутора часов, чтобы доехать до метро, которое находится на расстоянии вытянутой руки. Вот сегодня такое важное, торжественное событие произошло – стык. Этого пешеходного моста жители Павшинской поймы добивались несколько лет и, наконец, год назад в основание заложили капсулу. Уже во время строительства конструкцию моста губернатор пересмотрел, вместо лестницы сделали плавный спуск и, таким образом, длина сооружения увеличилась на 62 метра. Реализовывают сам проект полностью на деньги инвесторов. Все компании, которые развивали эту территорию, если просто сказать, застроили и заработали деньги, здесь должны, соответственно, выделить 700 миллионов рублей, именно столько стоит мост, на создание этого инженерного сооружения. Мы вместе с жителями думали, как сделать его удобным и доступным. Если вы обратили внимание, здесь нет лестниц. Здесь нет лестниц для того, чтобы не испытывать свое физическое состояние, особенно в зимнее время или в темное время суток. Уникальная вантовая технология, большая протяженность 422 метра и специальная подсветка обещают сделать мост изюминкой Подмосковья. Пользоваться им, говорят строители, удобно будет в любую погоду, как пешеходам, так и велосипедистам. Здесь будет специальное мостовое полимерное покрытие с противоскользящими свойствами. Но, конечно же, он требует обслуживания, и мост просто будет качественно убираться, как и другие мостовые переходы, сооружения, которые у нас есть в территории России. Торжественно открыть мост для пешеходов обещают уже в ноябре этого года. Так что добраться до метро из Павшинской поймы, где сейчас проживает около 30 тысяч человек, можно будет буквально за 10 минут.